Приветики! В этом ролике я обсужу тему заработка для художников. О чем-то я детальнее расскажу, ведь сама пользуюсь такими методами, а о чем-то скользко упомяну. Видосов не было месяц, потому что мне угораздило заболеть непонятно чем, но сейчас я здорова и все хорошо. В общем, сегодня я поведаю вам о том, как я зарабатываю, будучи художником. Надеюсь, не звучит как дешевый разводняк в стиле за 1000 долларов я вам расскажу, как зарабатывать на потом свой с вашими же деньгами. Ну да ладно, присаживайтесь поудобнее, берите напитки и рисуйте вместе со мной. Минутка о саморекламы. Снова напоминаю о своем телеграм-канале. Подойдет тем, кто хочет узнать обо мне и моем творчестве вне ютуба побольше и в целом следить за мной или еще где-то. Заходите, рада всем. Ссылочка в описании. Типы заказов и заказы в целом. О, начну с козырей. Я в основном смотрят художники, так что для них это актуально. Я видела кучу формул расчета цен на заказы, но у меня есть своя методика. Не особо часто слышала одну мысль, а именно о разнообразии самих заказов. Что я имею в виду? К примеру, вместо дорогого фулл покраса вы можете предложить подписчикам за меньшие деньги еще и какие-то цветные скетчи. Это очень актуально для меня, ведь, вот так сюрприз, у меня не прям что взрослая аудитория, так что всякие полноценки с полным покрасом заказывают очень редко. А вот цветные скетчи на постоянной основе. В чем же причина? Скетчи дешевле фулл покраса, а если вы не видите разницу между этим и этим, то смысл переплачивать? Тем более, много кто хочет получить картиночку от любимого артера, но не у всех есть копеечек, чтобы это позволить. А цветные скетчи это просто прекрасная альтернатива. Но это относится к тем, у кого скетчи выглядят более-менее прядно, а не как кусок бумаги вот на тебе. Советую не делать скетч камишке без покраса уж совсем. Слишком ущербно это выглядит. Лучше заказ будет чуть дороже, но зато с простой заливкой или градиентом на месте объекта. Какие типы заказов есть у меня? Однотонный скетч, чиби скетч, акварельный арт по пояс, скетч референс, цветной скетч, полноценка с фоном и без, маркерные работы. Чаще всего у меня брали однотонные скетчи, скетч референс, цветной скетч и неожиданно портрет полноценка. С первыми тремя все ясно, недорого, а вот с последними все сложнее. В данном случае человек хочет картинку с полным покрасом, но у него нет миллионов денег и он решает заказать полноценный портрет. Думаю, вы сделали свои выводы по поводу того, какие типы лучше брать, но очень важно, как я уже упоминала, чтобы ваши скетчи не выглядели как совсем бред, иначе их просто брать не будут. Если у вас проблемы с внешним видом скетчей, то плюйте на мои советы и продавайте только полноценки, но так может снизиться круг заказчиков, если у вас аудитория подростков, как к примеру у меня. Цены и дедлайн. С ценами дела сложнее. Вообще, я бы не советовала начинать брать камешки до момента, когда вы начнете получать хоть какие-то позитивные отзывы по поводу ваших картинок в соцсетях. Лучше всего скакать от минимальной оплаты за один рабочий час в вашей стране, но и с набором скилла и аудитории, соответственно, можете повышать цены. Но лучше начинать с минимального. Не стоит совсем занижать цены, в подробности вдаваться не буду, но это будет способствовать понижению всей рыночной цены среди художников. Ведь заказчик посмотрит, что есть вот такой вот художник А, что рисует дешевле, чем художник Б, но при этом они оба с таким же скиллом. Художник Б, скрипя зубами, сделает цену еще ниже, и в итоге за ним может подтянуться даже весь рынок. Да и блин, не недооценивайте свой труд, ставьте хорошую цену. Да, могут вначале не брать заказы, и на вас может палиться негатив, но не сдавайтесь, и вас обязательно возьмут камишку. Перейдем к дедлайн. Все оно также зависит от вашей скорости. Чем медленнее вы рисуете, тем дороже будет ваш заказ соответственно. Конечно, это не всегда так, ведь чтобы рисовать быстро, вы много лет назад рисовали медленно, ведь имели меньше опыта. Вот тут как раз таки очень спорный момент. Просто если вы рисуете относительно быстро, то ради заработка можете чуть снизить цены, и тогда заказов станет чуть больше. К примеру, раньше вы один такой арт рисовали часа за 4, но теперь вы рисуете его за 2 часа за счет опыта. Тот арт за 4 часа стоил, к примеру, 100, но теперь за тот арт за 2 часа вы поставили 80. У вас взяли два новые заказа, и вы заработали уже 160, а не 100, как раньше. Я это говорю как человек, который активно купит деньги на учебу, личные хотелки и на улучшение контента, разумеется. Поэтому иду на такие жертвы, но вам не обязательно этого делать и даже вообще не желательно. Оплата. Боже упаси, прошу вас, берите либо 100% предоплату или оплату 50% до скетча и 50% после, ну или как вам удобно, сами ставьте метку. Оплата после арта это ужасно, вот нарисуйте вы картинку, скиньте заказчику, его найдет с рисунком, ведь по факту рисунок у него есть, а оплату можно и не скидывать. Да, есть ужасные люди, что там, что там. Если вы уверены в своем художнике, то берите 100% предоплату у него, если это малоизвестный художник, то просите 50% оплаты до скетча и 50% оплаты после скетча соответственно. Так, если вас обманут, то у вас хотя бы останется половина сумма, а это лучше, чем ничего. Почему это прозвучало как типичный урок кибербезопасности на информатике? Текстурные кисти. Да, у нас такое не прям популярно, но в англоязычном комьюнити такое можно увидеть частенько. Кто-то продает закастомайзенные кисти, а кто-то раздает их бесплатно. У меня тоже есть закастомайзенные кисти, но это просто штампы, я очень плохо разбираюсь в всех этих настройках, так что рисы в основном базовыми. Кисти тоже надо продвигать, вот так сюрприз. К примеру, художники снимают видосы, где они рисуют своими платными кистями. В общем, рекламу своего же продукта. Чаще всего я видела подобное для Procreate, Ibisa и Clip Studio. Реклама в интернете. Реклама в интернете подойдет в случае, если у вас хоть чуть-чуть развиты соцсети. Зачастую пост с рекламой состоит из картинок автора, небольшого текста и ссылки на художника. Как работает реклама? Вам платят деньги, вы публикуете инфу о клиенте, мол, переходить к нему и на этом по факту все. Есть реклама двух типов. Текст пишет клиент и текст пишет сам художник. Текст нужен для описания поста с рекламой, мол, я такой-то там художник, рисую то-то, то-то, вот переходите ко мне. Естественно, если текст пишет клиент, то реклама опоится дешевле, ведь меньше действий с вашей стороны. Для одного рекламного поста на чек достаточно 3-7 картинок, небольшое описание и ссылка. Можно взять одну картинку и огромное описание, но зачастую люди клюют на скилл в подобной рекламе, так что большее количество примеров это хорошо. Так, мы определились с типом рекламы и самим постом. А что насчет времени? Практика показывает, что зачастую в первые часы пост собирает больше всего просмотров. К примеру, есть у вас реклама на 6 часов за 100. По логике, если взять рекламу на 12 часов, то это обойдется вам в 200. Но нет, с каждым часом количество возможных просмотров в процентном соотношении будет падать. Так что 12 часов будет стоить не больше 150 в данном примере. Можно помнить, что еще самый рекламный пост сдвигается, если вы публикуете новый контент, а он заслоняет рекламу. Не все люди листают и читают прям все посты. У меня есть реклама на 1 час, на 1.5, на 6 часов, на 12 часов, 24 часа и навсегда. Можете расставить такое время и у себя. Кстати, важно оформить пост с рекламой, чтобы все желающие могли ознакомиться с ценами заранее. Предоплата тоже 100%. Может выйти так, что несколько человек возьмут у вас пиар, так что обязательно составьте очередь и напишите ники людей в заметках, чтобы не запутаться и никого не забыть. Вообще, я всегда прошу оплачивать клиентов сам пост в день рекламы, чтобы допустим не было, что я запуталась в очереди и забыла о чайке, а деньги забрала. Будет очень некомфортно, поэтому мне кидают деньги и я сразу же публикую пост в нужный день. Также советую делать не более одной рекламы за 48 часов, хотя тут в зависимости от вашей активности, но это как минимум. Из личного опыта скажу, что больше всего я зарабатываю вот так сюрприз с рекламой. Да, заказы у меня не прям дешевые. По этой причине у меня нет ужасных историй заказчиков и рисунков у меня было не более 20 человек за последнее время. Да, в адекватные люди в целом попадались, так что видосы о ужасных заказчиков в ближайшее время точно не планируется. Онлайн-курсы. Это подходит для более прошаренных чуваков. Лично я нигде не продавала свои курсы, за цены вообще не шарю от слова совсем. Зачастую платформами для курсов являются телеграм-каналы и патреон. Вы просто публикуете гайды, туториалы и за это получаете деньги. В целом я тут много не скажу, все относительно просто. Вы создаете закрытый телеграм-канал или чат, где уже публиковали гайды и впускаете людей туда за оплату. Патреоном то же самое, но с ним я еще не работала, чтобы детально все описать. Также есть куча сайтов, где можно разместить свои курсы. Ссылки не дам, потому что в каждой стране свои сайты. Не думаю, что в написании всех возможных сайтах есть смысл. Юджи-заказы и адопты. Юджи-заказы это когда вы рисуете болванку в определенном окружении и люди вам платят за то, что вместо этого манекена будет его персонаж. По сути тут нет ничего такого интересного, просто решил упомянуть такое популярно в большем блоязычном комьюнити. У нас это не особо распространено. Цену ставите сами в зависимости от пота и сложности персонажа, но и не забывайте о 100% предоплате. Про адопты скажу чуть больше. Вы рисуете дизайн персонажа и продаете его. Пожалуйста-пожалуйста, ставьте ватермарки на адопты и обязательно однотонные, а не прозрачные. Прозрачные легко стереть, ведь под ним все еще видно персонажа, а под непрозрачной полоской ничего не видно. Советую клеить ватермарку в районе шеи, талии и ног. Главное не совсем толстые. Важно, чтобы все еще можно было рассмотреть персонажа. Адоптов покупают по нескольким причинам. Персонаж любимого автора, понравился дизайн, просто коллекционирует кучу персонажей для обмена. Лично я не покупаю чужих персонажей. Мне только три раздарили люди персонажей, вот так вот от души, за что я очень благодарна, но в мою историю они не вписываются от слова совсем. Но персонажи все равно берегу себя. Видите стопроцентную предоплату, а после этого кидайте клиенту картинку персонажа в хорошем качестве и без ватермарки. Про цены распинаться не буду. Ставьте цену в зависимости от того, сколько времени вы потратили на персонажа, и то, насколько вы считаете его привлекательным. Монетизация соцсетей. Нам приходит ютуб и инстаграм. С ютубом все ясно, один доллар за тысячу просмотров, а на деле вы получаете не больше половины доллара за тысячу просмотров. Такие дела. Чтобы получить монетку, вам надо набрать тысячу подписчиков, четыре тысячи часов просмотра на ваших видосах и прочие документы приложить. В инстаграме тоже есть монетизация, но выглядит это совсем сомнительно. Платы за рилз и то не очень много. Таким не пользовалась, к сожалению, и не прям рекомендую. Монета ютуба это очень даже хорошо, но надо быть очень осторожным с авторскими правами, а это боль. В одном из видео я хотела вставить кусок опенинга из Евангелиона, но его пришлось вырезать. В Японии все очень строго с правами. Также отдельная личная боль это музыка на фоне в целом. Раньше мы брали музыку вроде как с сайта с музыкой без прав, и условием было то, что в видео не должно быть более пяти разных треков вроде как. На деле же нам пару раз сайт кидал жалобы на права, и нам приходилось это все оспаривать. Успешно, конечно, но все равно неприятно. Мерч. Мерч это все эти наклеечки, футболочки, худи и прочее. Скажу так, не советую связываться с магазинами. Такое прокатит, если магазин достаточно большой. С мелкими не стоит. Сейчас скажут, ну мы заберем 80% вашего дохода, а остальное ваше. Их тоже понять можно, но неприятненько. Поэтому советую полноценно этим заниматься и делать все самостоятельно. То есть самому заказывать, печать и прочее. Чтобы рассчитать цену на мерч, вам нужно взять затраты на производство и накинуть себе стоимость для того, чтобы просто уйти в плюс после продажи. Чем проще и дешевле товар в производстве, тем больше можно накинуть цену, чтобы уйти в плюс в итоге. А если товар изначально дорогой, то особо не накинешь, иначе покупать просто не будут. Для начала попробуйте продавать стикеры, значки и плакаты. Дальше можете расширять ассортимент. Советую также завести отдельную страничку для магазина с мерчем. Продажи своих работ на стоках. Вы можете выставлять картинки на эти сайты. Стоки бывают разными. Например, на одной сайте вы можете разово продать рисунок и получить, к примеру, 20 долларов. Им будет владеть всего один чек, а на другой вы сможете продавать одну и ту же картинку кучу раз, но, к примеру, за 5 центов. Шаттерсток уже все знают, сток адоп тоже. Никогда не работала со стоками, но если у вас нет аудитории, то можете рискнуть и зарегистрироваться, но не советую надеяться на великое просветление и то, что деньги потекут рекой. Работа над проектами в команде и прочее. Тут будет небольшая солянка всего на свете. К примеру, вы можете работать с другими людьми и рисовать с ними комиксы, журналы и прочее, а потом все это продавать. Можно делать анимационные клипы на заказ. Если вы небольшой художник, то можете даже писать некоторым маленьким исполнителям, что вы можете за плату нарисовать клип и так далее. Можете продавать наброски для татуировок, можете разрисовать поверхности из зеркала, футболки, кружки и столе и прочее, а потом продавать их в интернете. Также вы можете замутить с друзьями какую-нибудь визуальную новеллу на телефон. Знаний кодинга много не надо. Можете написать в какой-то небольшой игровой компании с просьбой порисовать картиночки для их творения за плату. Можете даже попытаться договориться с какими-то кафешками, что за плату разрисуют им стены их заведения. Тут действительно много вариантов, и я перечислила лишь малую часть. Итоги. Я попыталась все рассказать без воды. Где-то я рассказала больше, где-то поведала меньше информации, в зависимости от своего личного опыта. Также я постаралась рассказать о способах заработка без аудитории, но да, с аудиторией куда проще получается. Я не упоминала ничего, к примеру, о выставках. Мне это показалось не таким популярным среди молодых творцов, да и у меня ноль опыта в этом от слова совсем. Спасибо за 50 тысяч подписчиков, у вас так блога, и я вас всех очень люблю. Пишите мнение в видео, возможно я что-то упустила, а возможно вам все понравилось. Благодарю за просмотр, и до новых встреч на этом канале. Пока!